17 декабря 2019 года в Большом Зале Законодательного Собрания Краснодарского края состоялось расширенное слушание по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Подробности в данном видео. Одна из форм работы Законодательного Собрания края широкое обсуждение инициатив, проблем, вопросов по значимым для общества направлением. По поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Александровича Бурлачко два комитета Законодательного Собрания края проводят сегодня общественные слушания. Комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан председатель Горбань Андрей Евгеньевич, прошу поприветствовать. И комитет по вопросам науки и образования, культуры, делам семьи. Отдельной частью общества в последнее время сформулированы убеждения, что сегодня семья нуждается в дополнительном государственном регулировании и подготовлен проект акта нормативного, который получил название «Профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Вот нам сегодня очень важно обсудить эту идею, услышать мнение наших земляков, общества по этому вопросу, чтобы Законодательное Собрание от вашего имени могло сформулировать наше общее мнение по этому вопросу. В общественных слушаниях принимают участие депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти, в частности у нас присутствуют заместители министров Микова Полина Валерьевна, Цветков Андрей Васильевич, заместитель руководителя департамент внутренней политики Топалова, Александр Александрович, давайте поприветствуем. У нас присутствуют представители органов образования, социальной защиты, семейной политики, комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных образований, уполномоченные по правам ребенка и человека в Краснодарском крае, Ковалева Татьяна Федоровна и Мыша Аксирий Валентинович. Представители Кубанской митрополии, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман, Республика Адыгея, Краснодарского края, Кубанского казачьего войска, общественных организаций, члены экспертно-консультативных советов, Совета молодых депутатов при комитетах ЗСК, представители средств массовой информации, общественности. Предложение нового закона, что это? Иноземные веи дня и проблем как таковой нет, либо насущная потребность и ситуация нуждается в регулировании. Вот повестка дня. Слово для доклада. Горбан Андрей Евгеньевич, Председатель Комитета Законного собрания по вопросам законности, правопорядка, правовой защиты граждан, кандидат юридических наук. Поприветствуем. Проектом федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия предлагается установить правовые основы профилактики семейно-бытового насилия, формы профилактического воздействия, а также иные нормы, которые будут регулировать эти отношения, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Со слов разработчиков, законопроект послужит созданием более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвершихся насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагается правовое просвещение, правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвершихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация. Нужно сказать, что аналогичный проект носился уже в Государственную Думу Федерального собрания депутатами Мурзабаевой и членом Совета Федерации Беляковым в сентябре 2016 года. Однако рассмотрен Государственной Думой не был, так как возвращен субъекту права законодательной инициативы в связи с отсутствием необходимых процедур, в частности заключения правительства Российской Федерации на предмет соответствия Конституции. И проект 2016 года, и проект, предложенный для обсуждения Советом Федерации в нынешней редакции, в редакции 2019 года, вызвали достаточно большой общественный резонанс. Необходимость принятия абсолютно новых федеральных законов, формирования нового института в системе законодательства возникает, как правило, лишь в тех случаях, когда эволюция развития общественных отношений порождает иное, нерегулированное уже принятыми нормативными правовыми актами социальное или политическое явление. Сегодня же существует, я хочу это особо отметить, существует и активно применяется институт лишения родительских прав, органы опеки и попечительства наделены необходимой совокупностью правомочий, вполне достаточных, по нашему мнению, для активной и эффективной защиты права ребенка. Имеются необходимые уголовно-правовые механизмы, превенции, пресечения побоев и иных, допустим, каких-то нестроений в семье. На фоне изложенного возникает вопрос, а чем же обусловлена необходимость выделения в отдельный институт законодательства такого понятия, как именно семейно-бытовое насилие, а не совершенствование уже действующих институтов и инструментов? Давайте обратимся к тексту обсуждаемого проекта. В статье 2 определено, что семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу применения причинения физического или психического страдания или имущественного вреда, причем не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Таким образом делается попытка законодательно выделить и обособить такое понятие, которое бы не подпадало под понятие правонарушения или преступления. При этом физический вред, насилие, те же побои всегда подпадают под действие либо административного, либо уголовно наказуемого деяния. В этом смысле усматриваю прямое противоречие части 2 статьи 54 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Обособление такого понятия, как семейно-бытовое насилие, от понятия административного правонарушения, либо уголовного преступления с юридической и технической точки зрения, на наш взгляд порождает правовые коллизии и делает этот документ изначально неработоспособным. Также законопроектом в качестве одного из субъектов профилактики семейно-бытового насилия выделяется общественное объединение и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия, которые в соответствии с положениями ст. 16 проекта, цитирую, «в праве принимать участие в выявлении причин, условий совершения семейно-бытового насилия и их устранения, оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, содействовать примирению с нарушителем, проводить информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия, принимать участие в индивидуальной профилактической работе». То есть достаточно широкий, супер, можно сказать, набор полномочий. Все эти формулировки носят достаточно размытый и неопределенный характер, что, безусловно, может послужить причиной неограниченного, бесконтрольного или чрезмерно избыточного вмешательства в дела семьи. В проекте закона также отсутствуют критерии отбора и допуска таких организаций, некоммерческих организаций, к деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия. То есть формально таким полномочием наделяется совершенно неограниченный круг лиц, эффект от вмешательства в дела семьи которых может оказаться, скажем так, труднопрогнозируемым. Под видом такой некоммерческой организации свою деятельность потенциально может осуществлять и организация, преследующая своей целью, ну, скажем так, совершенно иные цели, в том числе и идеологического или политического характера. В проекте рассматриваемого закона присутствует множество положений обобщающего и неопределенного характера, а также дублирующих положения ныне действующих федеральных законов. Таким образом, положение статьи 14 проектируемого закона, устанавливающие полномочия организации специализированного социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в сфере профилактики семейно-бытового насилия, как предлагает проект, они уже, собственно, являются избыточными и дублирующими действующие нормы. По большей части проект закона носит, я повторюсь, рамочный характер и в том виде, в котором он сейчас представлен, на обсуждение, на наш взгляд, недееспособен не обуславливает правовую и социальную неопределенность. Ну вот то, что я хотел бы сказать вам в своем выступлении. Благодарю за внимание. Паратаирей Александр Игнатов, руководитель отдела региозного образования катехизации Екатеринодарской епархии, представитель Законодательного собрания Краснодарского края от Кубанской митрополии. В самом начале мне хотелось бы поблагодарить руководство Законодательного собрания, депутатский корпус, всех собравшихся, для того, чтобы обсудить этот очень важный сегодня в Государственную Думу внесенный законопроект о так называемой профилактике семейно-бытового насилия. Сегодня праздник Святой Великомученицы Варвары. Уж где не проявилось насилие, как над этой Святой Великомученицей. Ее казнил собственный отец, Диаскор, в 350 году. А сегодня праздник Святой Мученицы, которая не только сохранила верность Христу, но и показала всю любовь, которая сегодня и прославляется. А насилие, о котором мы говорим, действительно существует. Но благословение Бога – любить, терпеть, прощать и жить вместе. Вот на каких незыбленных основах стоят все религиозные конфессии нашей многонациональной России. Вот почему в своем послании к римским христианам апостол Павел в 16 главе называет семью Прескилы и Акилы малой церковью. Вы слышите, как высоко поднимает христианство семью? Это малая церковь. И наша задача – помочь сегодня малой церкви в ее сегодняшних проблемах. Сам вопрос, который сегодня озвучен и обсуждается очень широко в России о семейном насилии, говорит о том, что любовь в этом мире, в котором мы живем, оскудевает. А когда умножается грех, тогда оскудевает любовь. Любовь оскудевает по причине царствующего и господствующего в мире греха. Мир лежит во зле, говорит нам Священное Писание. Если мы это понимаем, то церковь и малая церковь, семья, должна преображать мир, должна показывать пример любви, помощи друг другу, взаимопонимания друг к другу. И вот это и есть те ценности, о которых должны заботиться не только православные, все нормально здравомыслящие люди, представители любых конфессий. Тем более государство, которое должно стать на защиту нравственных и духовных ценностей представителей своего семейного основания. Еще Иоанн Златоуст говорил, весь мир состоит из городов. города из домов, дома из мужей, жен, из семьи. Если будут разрушены семьи, разрушатся дома, разрушатся города, перестанет существовать мир. Когда понтийский пилат, римский прокуратор, который допрашивал Иисуса Христа, задал ему вопрос, не знаешь ли, что я могу распять тебя и пустить тебя? Вы помните, что ответил Иисус Христос? «Ты не имеешь надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Если тебе Бог не позволит, ты ничего не сделаешь без Божьего Всевышнего благословения». Давайте не забывать об этом, что не те, которые верстают законы против Бога, против семьи, против нашего Отечества, правят миром. Правит миром Бог. Он есть. И Он есть любовь. Вот почему церковь говорит, любите друг друга. Это то, с чего и начинает священник проповедь о любви, обращаясь к людям, которые живут сегодня в семьях, потому что там, где любовь оскудевает, там получаются страшные события. Даже среди крещенных, среди христиан, давайте признаем, что люди ходят в церковь, носят крести, крещеные, живут как бы, вроде бы, по вере, называют себя православными, но не верят внутри в Бога, имя которому любовь, который призывает прощать, терпеть, помогать, действительно приносить себя в жертву, потому что истинная любовь это не то, что ты получаешь взамен, а то, что ты отдаешь сам. У святителя Николая Сербского есть прекрасное изречение. Когда охладевает любовь, вступает в силу справедливость, когда оскудевает справедливость, вступает в силу только закон. Мы обсуждаем эту тему, это говорит о том, что в мире оскудела любовь. Сколько в семьях бывает, ну, у кого не бывает, и поругались, и помирились, и обнялись, поплакали, простили, это семья, это жизнь, без этого ведь не бывает, давайте говорить откровенно. И вот сегодня мне хотелось бы предложить, а почему мы не можем предложить, запретить этот законопроект, и не просто его доработать, а просто призвать к полной капитуляции его, чтобы его не было. Давайте лучше позабочимся о семье, а не о законе, который бы регулировал эти отношения. У нас много семейных проблем, но достаточное средств уголовного, административного решения. Так нам надо помочь и церкви, и государству сохранить семью, как ячейку общества. Вот в этой связи, в завершение, мне хотелось бы предложить, нашему сегодняшнему расширенному слушанию парламентскому несколько конкретных предложений на ваше одобрение, или, если хотите, поручение такое, и от имени тех, кого я представляю. Первое. Разработать программу подготовки к семейной жизни и родительству уже в детских садах, школах и в вузах. Детей нужно не растлевать сексуальным просвещением, а давать твердые установки на целомудрие, добра, верность супругов, рождение и воспитание детей. Нашему обществу нужны люди, здоровые, физически и нравственно. Второе. Широко пропагандировать традиционные нравственные и семейные ценности. Создать государственную программу, направленную на финансированную, в социальном направлении ориентированную поддержку малоимущих и многодетных семей. Третье. Прекратить пропаганду безнравственности, насилия, жестокости на телевидении, в интернете, в печатных изданиях и в рекламе. Призвать средства массовой информации формировать в людях высокие нравственные ценности, патриотизм, способность к защите отечества, любовь и милосердие к ближнему, уважение к старшим, чувство долга. Четвертое. На законодательном уровне запретить любую пропаганду гомосексуализма и других расклевающих идеологий, как в форме парадов или фестивалей, так и в средствах массовой информации и в интернете. А закончить хотелось бы словами последней государь-императрицы Александры Федоровны Романовой. В ее замечательных записках есть такой прекрасный стих, который я хочу вам сегодня прочитать. «Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, Где меткий может промахнуться, Самый зоркий обмануться, И дрогнут сердца храбреца, Там враг ни день, Ни ночь не дремлет, Та битва целый мир объемлет, Стоять в ней нужно до конца». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!